Матюляйтис представляет Литву, а Микель Манисты арбитр из Эстонии. Комиссар встречи Андрес Тоби, также из Эстонии. Ну что, все готово. Вот он, Дэвин Марбл. Он, по всей видимости, выходит с первых минут, что, в принципе, ожидаемо. Дэвин Марбл однозначно будет в этой команде одним из лидеров. Ну и вообще трудно, на самом деле, пока сказать, кто лидер Астаны. Потому что в одном из матчей был Джеремай Хилл, во втором здорово сыграл Майкл Томпсон. Мартин Шмейерс на себя брал какую-то инициативу. Но кто-то вот на стабильном уровне однозначно, пока трудно сказать, является в этой команде единоличным лидером и главным снайпером. Ну что, Адонис Томас, Дэвин Марбл, Оэр Силиндж, кстати, тоже появился в старте пятерки. Он дебютировал в Единой Лиге ВТБ в матче против Химок. И, между прочим, тогда его команда победила. А сам Оэр Силиндж сыграл очень здорово. Мне кажется, туда четыре трехочковые попытки реализовал. И да, вот он непосредственно Дэвин Томас. Он тоже появляется с первых минут. Эмиль Райкович настроен. Говорил он, что ужасно действительно сыграла его. Команда не выполнила план на игру с Зенитом. И прежде всего провалилась в борьбе за подбор. Да, тогда 42-27. Отскок остался за петербург. Петербург, именно что Мартин Дорбек с первых минут у Калева. Крегор Хермет, Маркус Кинн, Дэвин Томас и Чаун Льюис. Поехали, поехали. И стартовое брасывание остается за хозяевами. Калев в белой форме, а стена, соответственно, в привычных голубо-желтых цветах. Чаун Льюис, у него ярко-красные красавки, тоже очень эффектно выглядит. И начинается у нас матч с обыгрыша Дэвина Томаса. Тот не забивает. Даже по кольцу не попал. В общем-то, в центр своего игрока все равно. Обыграл. Тут пускает его внутрь. А Донис Томас. А вот он решает бросать с отклонения. Неточным. Получается, это попытка. Однако еще один шанс на владение есть у останы. Мартин Шмырс. Вот это его броски после пик-н-роллов. Ему можно не идти внутрь. И, в общем-то, он с трех метров примерно. И флоттеры. Он исполняет очень здорово. Что демонстрировано в первых матчах. Это Чаун Льюис за счет скорости. Здесь проходит внутрь. И получается у него в этой ситуации разменяться. Оказаться против более скоростного Мэйерса. И латвийский форвард нарушает правила. Тем самым не давая Льюису забить. Но зато у Чауона есть шанс открыть свой лицевой счет. И лицевой счет команды с линии. Страфтинг-браспок первый забивает. Да. На Донис Томас, Майкл Томпсон, Дэвин Марбл, Мартин Шмейерс и О.Р. Сили. Такую стартовую пятерку выпускает на эту встречу Эмилия Райкович. Ну и вот он, Майкл Томпсон. Против Маркуса Кинга. Действует на первых минутах. Мэйерс. Смотрит направление Дониса Томаса. Тот поднимается, чтобы мяч получить. Майкл Томпсон. Шесть секунд. В угол отдает передачу. Уэрс Силиндж бьет треху. Но не точно. И вот такие взаимодействия, такие передачи на Вугол. На Уэрс Силиндж проходили в матче с Кингами. Но чаще все-таки их автором становился именно Джеремай Хилл и Уэрс Силиндж. Практически весь матч активно обтреливал кольцо московной команды. Томас. Передача на Мартина Дорбека. Немногие баскетболисты, которые по сравнению с прошлым сезоном остался в команде. Так же, как и Таннел Курбас и Стэн Сок. Все остальные баскетболисты, которые сейчас находятся в составе Калева, это новички. Не так результативно начинается эта встреча. На исходе второй минуты всего три очка на двоих команды набирают. Здесь как такового заслона Мэрс не поставил. Зато расположился в посте. И туда ему дошла передача, которой 33-й номер Астаны пользуется. Четыре очка на старте набирает Мартин Шмейрс. Томас готов предложить заслон. Чаван Льюис ушел от защитника и пошел забивать с левой стороны правой рукой. Опять найдя контакт именно с Мартин Шмейрсом. Четыре-три. У нас пока лишь два баскетболиста набирают очки. И вот интересно, Дэвин Марбл может и пикин-роллы тоже играть. У него метр девяносто восемь. Он, по сути, скорее такой свингмен. Второй, третий номер. Казалось, визуально не особо ниже его Мартин Шмейрс. Однако 10 сантиметров разницы, как показывает статистика. А у Мэрса, кстати, второй фолл. Сейчас получил он за неправильную постановку заслона нарушения правил в нападении. И до этого сфалил на Чауни Льюисе. И Эмиль Райкович поднимается в скамейки Дмитрия Гаврилова, опытнейшего баскетболиста, которому в этом месте, помните, уже 34 года. Чауни Льюис на переднюю доску посылает свой первый дальний бросок в этом матче. А-н-1 мы видим в исполнении Дэвин Томаса. Здорово поворовался за подбор на чужом щите и заставил своего оппонента в ситуации правила нарушить. Браво, Дэвин Томас, он очень подвержен. Но эртсилиж здесь правила нарушать. Давайте посмотрим еще раз. А, или Дмитрий Гаврилов. Показалось. Ну да ладно. Это у вас три очка в этой атаки Калеву приносит. И не сказать, что команда начинает очень активно. Только позиционные атаки. Ни одного быстрого отрыва мы пока не увидели. Ну и вот он первый фолл Калеву. Мартин Дорбек. Правила нарушает. Дорбек уже много лет выступает в единой лиге ВТБ. Ему 29 лет. И он известен как достаточно сильный персональщик. Не очень много. На самом деле бросков он выполняет. Но в защите работает изрядно и важную роль. Не только в персональной, но и в командной защите имеет. То есть может взять и сильного оппонента. Съесть его. И регулярно страхует партнеров. Тоже достаточно эффективно. 16 секунд есть еще на атаку у Калева сейчас. Арбитры берут мяч в соответствии с регламентом единой лиги ВТБ. Если мяч из чистой зоны улетел. Дэвин Томас. Ничего себе. Вот это да. Так спокойно рассуждается. И вот тебе прилетает Дэвин Томас. Мощный данк на первых минутах. 8-4. Калев впереди. О.Р. Силидж рвется в лицо. И нарушены на нем правила данных. Крегор Хермен не дал себя обыграть. Ну и правильный данк на самом деле. Второй для Калева всего лишь. И еще раз посмотрим этот момент. Дэвин Томас. Ничего себе. Да. Очень мощный данк. Ну и его расселим с получения трех. Вот так вот он может. Этот латвийский форвард. Игрок между прочим. Национальный сборный. Латвии в прошлом сезоне выступал в французском чемпионате. На команду Дюнкерк. Но провелся лишь две игры. Оу. Еще один. Еще один данк. Алиута первый. И организует нам его Чаван Юис и Дэвин Томас. Томас. Ну просто машина на первых минутах. Семь очков уже набирает. Майкл Томпсон. Подзывает к себе Дмитрия Гаврилова. Просит заслон. Делает степбэк. Однако со средней дистанции мажет. Да. Дэвин Томас. Очень хорош. И еще одна передача ему идет. Томас мажет. Мажет. Хотя здесь двое оппонентов абсолютно не были. Для него преграды. Майкл Томпсон. Приходит здесь мяч к Адонису Томасу. И вновь оказывается в руках 17-го номера Астаны. Адонис. Встречает очень плотно Мартин Дорвен. Не дает одному из лидеров Астаны пока на первых минутах разгуляться. Майкл Томпсон на Дмитрия Гаврилова. Цепко здесь играл Дэвин Томас. Однако Гаврилов тоже свои первые очки набрал. Найдя контакт. И в итоге свой бросок забил. Маркус Кин. Наверху. Трешечка. Первая в его исполнении. Сегодня не точно пока. Два дальних броска. Выбросил Калев. Но здесь как Маркус Кин поборолся. И контратака его команды заканчивается двумя набранными очками. Вот он. Маркус Кин. И конечно его скорость. Его цепкость. Она в плюс. Калеву и безусловно Майклу Томпсону на протяжении всего этого матча будет непросто. Да и не только Майклу Томпсону. Всем кто будет оказываться на позиции первого номера. И иметь дело с Маркусом Кином. Гаврилов опять поставил заслон. Но вот теперь использовал его Майкл Томпсон для того, чтобы себе создать бросок. Флотер не точно. Гаврилов подобрал. Адонис Томас. Свободной рукой воспользовался. И со средней промахнулся. Много мажет Астана. На первых минутах двойная замена готовится у Калева. Это Гей Биллер готов в игру вступить. Тоже очень здорово. Он провел первые два матча. А это сквознячок от Крегора Хервита. Двухтитровклетний форвард. Ну бывает. Бывает такое пристреливается. В любом случае Гей Биллер и Янис Кауфманис. Двойная замена у Калева. Гей Биллер под тридцатым номером. Кауфманис под восемнадцатым. И посмотрим, кто же появился. Или же никто не появился в Астане. Вот он, да. Джеремая Хилл впервые в игре. И сразу же какая передача на Оэрса Силинша. Браво. Джеремая сразу же вышел и увидел эту передачу на партнера. Силинш попадает и набирает уже четвертые и пятые очки. В этой встрече практически у центральной линии. Организация атаки Маркус Кин. Отважный бросок. Впрочем, мимо. Дэвин Марбел до конца пойдет в этой ситуации. Забивает. Дэвин Марбел уже будто бы мяч вынося. Откуда-то снизу. Но смог. И Астану выводит он вперед. Вот тем самым Роберт Сильмахерс обращается к столику с просьбой о тайм-ауте. Хороший отрезок проводит Астана. А вот Калев, завладев инициативой, все же не смог удержать лидерство. И, конечно, на этом отрезке кого-то одного выделить у Астаны сложно. Но, все же, мне кажется, Оэр Силинша пока одной из главных действующих звеньев этой команды. Но самый результативный пока в составе обеих команд со семью очками именно игрок Калева. Дэвин Томас. Да, говорил я о насыщенной игровой неделе. В субботу два матча от Смоки Минск, Автодор и Уникс. Нижний Новгород в воскресенье. Парма сыграет с Енисеем. А Зенит на выезде встретится с Зеленой Гурой. Ну и в понедельник, друзья, вас ждет дерби Ленинградки. Хинки против ЦСКА. Смотрите эту встречу, как всегда, на телеканале Старт и сайте Единой Лиги. В ТБ Чауан Льюис остается на паркете. Ровно так же, как и Денис Кауфман и Кейп Биллер. Ну и вот Стэнсок. Его первое появление. Так что, скорее всего, Маркус Кин прямо сейчас присядет. Да, именно Кин и Льюис будет составлять заднюю линию. У Астаны Марбл, Хилл, Силиндж, Гаврилов и Майкл Томпсон. И вот Стэнсок его первые очки не заставили долго ждать. При этом дальнюю атаку он здесь реализовал. И, в общем-то, команда набирает обороты уже по ходу матча. Чувствуют бросок практически все баскетболисты. Выходящие на площадку. И тут хорошая коллективная работа Калева. Втроем они оказались вокруг Куэрса Силинджа. И мяч, что называется, украли. Чауан Льюис с флотером нет. Сам же пошел подбирать, но не дотянулся. Одной руки здесь не хватило. Джеремай Хилл в раннем нападении бросать не стал. И тут хороший еще один тактически верный пол Стэна Сокка. Не спалив здесь. Думаю, последовало бы совершенно точно треха от Майкла Томпсона. Ну и 2.20 остается играть до конца первой четверти этой встречи. Джеремай Хилл рвется в центр. Много флотеров мы видим от Астаны на первых минутах. И если пока Майкл Томпсон и Джеремай Хилл не забили, то вот Мартин Шмейер смог. А вот здесь какую передачу находит Стэнсок на своего партнера. Однако не удается забить. Великолепная работа от Астаны. И в обороне Ойр Сиридж бьет трешечку. Там уже вскочили находящиеся на скамейке баскетболисты гостей. Но бросок не получился. Еще один фолл. Это четвертый командный Дмитрий Гаврилов. Правило нарушает. Смотрим, ну да, здесь Стэнсок просто не дал пойти дальше. Ну и капитан на паркете впервые. Это Рустам Мурзагалиев. Выходит он вместо Дмитрия Гаврилова. У Гаврилова уже два фола, как и у Мартин Шмейерса. Так что два центровых Астаны. С двумя фолами уже в первой четверти. Ну и Оскар Майбекин. У казахстанской команды выходит. 22-й номер, 97-го года рождения. Именно он сейчас будет занимать позицию центрового. Его рост 2 метра 3 сантиметра. Ну и Девин Томас появляется, кстати говоря, у Халеба. Вновь на площадке. Против Майбекина. Размен Девин Марбл. Передача на партнера. Дает возможность пройти под кольцо здесь Николаю Бажину. Именно он на паркете появился. Да, не только я говорю о том, что он пытался проводить бросок партнера в цели со скамейки. Так вот, его в следующей атаке выпускает главный тренер Эмиль Райкевич. Минута и 2 секунды остается играть в первой четверти. В бонусе Калев. Все следующие нарушения правил Астаны будут эстонскими баскетболистами пробиваться. Ну и Маркус Кинт вводит мяч в игру. В общем-то, создал себе достаточно комфортную дистанцию для броска. Однако не стал выполнять и очень грамотно играет Стэнсок, провоцируя Рустама Мурзагалиева правила нарушить. Да даже не так, наверное, не совсем провоцируя. Просто Мурзагалиев действовал с рукой и Стэнсок ее поднимает. Да, вот здесь ловит на встречном движении и показал этот фолл Стэнсок тоже великолепно. Два броска у него и первый точно в цель отправляет. Пятый номер. Калевый уже набирает 7, между прочим. 19-15. Кольку хозяев. Две атаки у нас еще примерно будет в первой четверти. И первую из них начинает. Астана, да, даже не две, минимум три. Ну и Джеремай Хилл неужели наберет? Да, набирает первые очки в матче для себя дальним броском. Первые очки, можно даже сказать, за две игры. У него было ноль из пяти с игры против Зенита. И сейчас, наконец, прерывает засуху точным. Трехочковый Маркус Кин. В Дуге пытался обойти Аскара Майдыкина. И трешечку засылает ему. О, вот это Маркус Кин. Он отвально очень действует. И теперь нужно защищаться. Три секунды у Марбла однозначное преимущество. Но делает скидку. Мурзагалиев не успел с этим мячом расстаться перед окончанием четверти. И на этом стартовая десятиминутка подходит к концу. 22-18. Калев впереди. Но, в общем-то, обе команды играют очень здорово. Матч смотрится. Матч довольно-таки напряженный. И много достаточно красивых моментов выделяется. Правда, один это танк Девина Томаса в середине. Отрезка. Но Калев пока минимально впереди. Однако мы видим, что, в общем-то, очки в этом матче набираются с достаточно активной скоростью. И уже по ходу, так скажем, четверти команды в результативности прибавили. Минутку отдохнем, затем продолжим. Продолжение следует... Готовы продолжать вторая четвертая матча между Калевым и Астаной стартует. Ну и Рустамбург-Галиев Джеремай Хиллом, по всей видимости, будут составлять сейчас пару защитников команды Эмиля Райковича. Оскар Майндекин, Николай Флажин также на паркете. И с двумя фолами сидят Дмитрий Гаврилов и Мартин Шмейрс. Мейрс, кстати, что интересно, играл два сезона под руководством главного тренера Калева Роберт Саштильмахер. Заслучилось это в латвийском ВСП. Здесь Браво Девин Томас прерывает передачу на Майндекина. Да и в составе Астаны есть Томас, правда, отоднесы в составе Калева, соответственно, Девин. Но их перепутать трудно. Маркус Кинн схожи у них в прическе. С Девином Томасом Кинн трешечку заряжает. Не попадает, но видна его заряженность, виден его настрой на борьбу. И то, что он готов быть вот этим вот мотором, заводилой на падение. Не согласен Девин Томас с арбитром, чтобы он нарушение правил. Ну, казалось, да, такой минимальный контакт. Однако в прыжке находился Оскар Майдекин. Стоило того, чтобы Майдекин отклонился. Замена у хозяев. Таннел Курбас на паркете. Под восьмым номером. Он тоже в прошлом сезоне небольшие минуты получал. И не сказать, что. Такой баскетболист, который регулярно будет набирать очки. Он скорее про защиту. Маркус Кинн в четыре человека пресекует Астана. И заставляет хозяев ошибиться. Маркус Кинн не самую удобную передачу по мнению Таннелу Курбаса здесь сделал партнеру. Но нужно быть и к такому развитию событий готовым. Поэтому, я думаю, переговорили. Вот Ромерс Сирмахерс докричался. И, в общем-то, если в такие ситуации Калев будет попадать, посмотрим, какие решения будет принимать. Команда Тома сделает передачу на... Еще одна потеря оказалась от Уэр Силиндж. Атаковал, но Уэр Силиндж на скамейке, по-моему, Николай Бажин бросал. Да, с дальней дистанции. Но здесь Янис Галпманис не смог просто-напросто мяч зафиксировать в руках. Две обидные потери для Калева. Бажин еще раз выходит на периметр. Адонис Томас на Мурзагалиева. Мурзагалиев вставляет Майдекину. Может, в общем-то, и со средней, и с дальней. Атаковать. Попробовал. Но не попал. Стэнсок. Называет Девина Томаса. Поставь-ка мне партнер за слон. И находит атаку. Однако не забивает. И вот теперь Девин Томас полукрюком. Тем самым, он не забил первые атаки сегодняшней встречи. Сейчас находит фол. И Аскара Майдекина заставляет правила нарушить. Да. И он получает свой первый фол. Это активная работа. Девина Томаса на первых минутах. Она приводит к тому, что все, без исключения, кто оказывается на позиции центрового остальных, получают фолы. И вот с двумя поднимает со скамейки Эмиля Райкович, Мартин Шамерса, Чаван Льюис готов вернуться у Калева. Ну а Девин Томас не мажет. В этой встрече с линии. И у него остается 7 очков. Им, кстати, он уже добавил 2 подбора. Но лидер по подборам у нас пока Девин Марв. Собрать всех игроков этого матча. И тащит пока выигрывает Астана. А это перехваты. Воу! Мощное завершение от Девина Томаса. Он становится первым игроком в сегодняшней встрече. Кто преодолевает отметку в 10 набранных очков. Вот это да. Перехват. И быстрый. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... в астану в калев конечно же а выступал в прошлом сезоне между прочим за атлетико пеннероль занять до этого играл в израиле и по пророче 5 и век но вас еще один обыгрыш нет а это 100 подворя ил внутрь и 2 маркетами он уходит и сразу становится полезен получил 3 свалил ну и грамотно конечно мэрс выигрывает позицию в этой ситуации для получения обозначил что называется себя и давай давай и команде вперед-вперед аркускин поди калево чаван юис один в один стал слабо играть пришла подстраховочка и за заступ американцев за лицевую линию становятся для калево потери под номером 2 всего лишь у остальных уже 5 ошибок в этой встрече за получение вы как здорово играет здесь девин томас однако все-таки правила нарушает и для него уже второй пол поэтому еще они даже 3-й пол для дебина томаса уже поэтому сейчас его главный тренер поменяем здесь и там дотянуться до мяча потирал его на месте и мартин дурбек выявляется понятно что не но он будет действовать на позиции центрового думаю что скорее в этом сочетании большим будет действовать грегор хэр у него километра 5 сантиметров да и против мэрисон ну и вот он джерми хилл в чем силу этого игрока конечно же в игре один на один в том чтобы завершать вот такие вот атаки брать на себя инициативу и один в один находить возможности для бросков и в том числе со средней дистанцией еще раз насладимся этой точной атакой майкл томпсон выше маркетки но кстати всего на два сантиметра у него сто семьдесят семьи сейчас улетает 17 номер астаны за пределы площадки и здесь дурбек не позволяет на донесу томасу себя продавить томас конечно крупнее в плечах посмотрим да 105 килограмм между прочим великолепные данные которые впрочем позволяют ему и на скорости смотрится очень достойно или регулярно вот под него делает комбинация имени райкович и а то не стомас играет один на один а это майкл томпсон который вновь выводит астана фире двадцать шесть двадцать семь сработал тайм-аут и семь подряд очков тем самым набирает астана прямо сейчас юис рвется под кольцо арсиридж его пропускает ну а че он говорит окей забью реверсом и все выполняет великолепно у него достаточно скорости для того чтобы на размен против больших действовать и даже против таких как уэр силенж или мартин шмейлс которые в общем то на ногах стоит сказать тоже неплохо умеют работать и пятый командный фол у калева ауэр силенж забивает два из двух причем второй подумал садится не садится нет в цели в итоге на стороне ведется вновь плюс один тоннел курбас тогда из Чауну Льюису то есть взаимодействие будет на дальней стороне выходит из курса словно доорбек Джеремай Хилл один в один не обыгрывает довели до Чауну Льюиса тот со средней не стал бросать пытался на Грегора Хермет сообразить передачу правда не понял у него здесь партнер и еще один фол калева да здесь мартин шмейрис говорит я не хотел локтем попадает на лицо Херметова однако фол именно баскетболисту калева в этой ситуации да разбивает не разбивает но идет круг сейчас у Хермет и выбирает его с паркета естественно главное время когда начинается кровотечение этого оставаться на паркете нельзя ни в коем случае и тайм-аут тайм-аут за 5-27 до конца первый половин наполовину ну и стоит сказать о том на 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 В Латвийской эстонской Баскетбольной лиги Зачем ждет матч с Беймейстером 13-го числа Ну а 15-го ноября Стоится следующая игра Калево-Видимая лиги МТБ Она тоже будет домашней И пройдет против команды Сумоки Минск Ну а у Астаны Плотный грабинг Продолжается двумя матчами В чемпионате против октября 9-го и 10-го ноября И 15-го же числа состоится Следующая игра Астаны в единой лиги МТБ Дома подопечные Эмили Райкович сыграют против Енисея Марк Марк Ниджмейер С первую попытку Первый промах Астаны кстати с линии И вторую не забивает Так вот сразу И Калев Неужто быстро атаку здесь проведет Нет Все игроки-гости успевают вернуться Однако сегодня забил всего одну И это по-моему его третья попытка Расчищают пространство Для обыгрыша Марк Ниджу Мерсу И здесь Маркус Кин попытался Помочь партнеру Да не то чтобы помочь Украсть этот мяч Забрать и убежать Да смотрим Но Сыграл Однозначно Очень неаккуратно Очень резко хотел Мяч забрать Но для Маркуса Кинет С его первый фол При этом убирает его тренер С паркета Может какой дисциплинарный момент Мэри просто передохнуть Маркус Кинет Больше всех Вреди игроков Калевана Провел времени на паркете Из 15 минут Практически Да 13 Сыграл Мэри Маркин Шмейрис На этот раз Первую попытку Забивает Стенцон Появляется В составе Калевана Площадки У него хорошая Первая четверть Была 7 Он набрал Один дальний бросок Реализовал Но уж слишком Хороший отряд Провел На площадке Да Если ты эффективен На маленьких минутах Это не значит Что ты будешь Так же хорош На больших Поэтому сейчас дает Я думаю Роберт Штельмахер Соку Эту возможность Вчера того Что Кин не так хорош Был Во второй четверти Немного Мажел Но это Джеремай Хил Идет в центр Перетача На Мэйрса Тот Сразу Пешим Атаковать Здесь же лишние остановки Игра Один в один Сок Начало на Льюиса Льюис Пауза Контакт И опять Промах Ну и Девин Мартл Идет в судейскому столику Что означает Ближайшая пауза Его появление на паркете Здорово двигает мяч Астана В этой атаке Довели до Мэйриса И тот Хороший Мы видим Кстати говоря Казахстанский флаг На трибунах Да Здесь В Эстонии Есть болельщики Астаны Они Присли сюда В Сак-Сюрхол Поддержать Команду Льюис Здорово Здесь стоит У него очень Большой арсенал Движений Хастанова Которого Не просто Может делать А регулярно выполняет Здесь Джерма Хим Нарушившего правила Ну и Гейппиллер Пока Однозначно В игру Не вошел В первой четверти Сейчас выходит Вновь А чем он Есть пока Стоит сказать Здорово возвращается В единую лигу АТБ Уже Шесть очков И да Есть семь Томпсон Оэр Силиндж Передачу Марбл Выбирает После заслона Поднака Чуть-чуть Не донес Этот мяч Дэвин Марбл Не такая Активная С точки зрения Скорости Атака Астаны Ну и нужно Сразу возвращаться Тут Роберт Тильмахер Суда Заступает На паркет Но арбитр Говорит ему Тренер Уберите ногу Еще один фол Астаны Теперь третий Командный Давайте посмотрим Раздат Таксок Боит здесь И Майкл Томпсон Нарушает правила Но это фол Естественно В поле Непробивной Атака Все будут пробиваться После Следующего Нарушения правил Гостей Чабон Юис Сведение Мимо И точно В руки Хороший подарочек Для Мартинша Мейерс У него кстати Тоже 11 Как и у Дэвина Томаса Пошел до конца И забил В этой ситуации Уэр Силиндж А трудно Конечно Делать выводы После Четырех матчей Единой лиги ВТБ Но пока Таким стабильным Элементом Не назвать Уэр Силинджа Хотя сегодня Он хороший Это Чабон Юис У него Псан И на этот раз Его бросок Бомбочкой Точно 32-37 Дэвин Томас Вновь на паркете А Чабон Юис Однозначно Берет нападение Калева В свои руки И в этой атаке Обыгрывает Своего Оппонента Один в один Да Здесь Нет каких-то Замысловатых Комбинаций Будет призывать К тому Чтобы внимательнее Работать Против сорокового Номера Калева Да В этой ситуации Здесь Оказался Мартин Шмейрис Которому Нужно играть Тоже аккуратно У него Два фола Ну и Куда аккуратнее Нужно действовать Дэвину Томасу Которого Три И которого Выпустил Роберт Семахер На Последние Минуты Первой Половин Ну и Вот Да Борейщики Астаны И активные Фанаты Калева Здесь С барабаном Ну и Кстати интересно Раум Игнургер Пока на паркете Не видели его В обеих встречах Выходил Стартовый пятер Ну Видимо На поводу другого Решил Предпочти Роберт Стильмахер А это Дэвин Марбл И его Своевременное Движение Под кольцо Астана Впереди 34 39 Стабильный Здесь Довижение Райковича Пока В первой Половине А это Треха Абсолютно Открыто Была Для Гейба Биллера Вот Промазал И вот Он Дэвин Марбл Докрутит Докрутил Воу Очень Непростой Бросок Сам себе Придумал Конечно И осуществил Да Я думаю У многих Сейчас Сверхла мысль В голове Зачем Ты действительно Такое забьешь А Дэвид Марбл Отвечает Да Забьет Донис Томас В раннем Нападении Делает Плюс Девять Уже Для Астаны Столько Гости Пока Не Лидировали В этой Встрече Стэнсок Как Здорово Нашел Партнера И попадает Крэгер Хэрмет Да Стэнсок Такую Передачу Придумал Но Никто Из игроков Астаны Не отреагировал Один Одинешний Крэгер Хэмет Оказался На периметре И вот Такое движение Мяча Предлагает Астана Адонис Томас Самая высокая Траектория Кулава Этого броска И Сейчас Камейка Стэнсок Показывает Мяч ушел От баскетболиста Каева Арбитры Все же Отдают Владение Эстонцам И 18,6 Секунды До конца Первой половины Интересно Что Чавона Льюиса Убирает Роберт Тильмакерс Но только Для того Чтобы Выпустить Маркуса Кина И становится Понятно Что скорее всего В принципе Сам атаковать Но оставил Своему Разыгрывающему Маркус Кин Мажет И Джереми Акилуса Ой Было Близко Центральный Даже дальше Четцентральная Линия Он выбрасывает И На этом Первая половина Матча В Эстонии Подходит К концу 37-43 Астана Выигрывает Эти две Четверти Очень здорово Действует Подопечный Эмиля Райковича А у Калева Ну Пока В нападении Все Не так Стабильно Да Здорово Действовал На первых минутах Дэвин Томас Во второй половине Роль лидера На себя Взял Чавун Льюис Но Кроме как Хорошие Индивидуальные Действия Конкретных Исполнителей Командный Баскетбол У Роберта Стельмахерса Пока Не лучшим образом Получается В этом матче Хотя мы видели Что Отрезками Калев Калев Может играть Очень здорово Перерыв Ну и Совсем Скоро Мы вернемся И продолжим Эту встречу Дэвин Томас Дэвин Томас Титл Спонсор ВТВ Унайтед Лиг ВТВ Бан Официальный Спонсор Чемпенсия Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Абранными очками не заканчивается И Маркус Кин никуда не торопится Переходя сейчас через Центральную линию Заслону Девина Томаса Бросать не стал, но зато скинул партнеру Треху уже забивал Сегодня Крегор Хермет Правда было это в первой половине Мы видим, да, что быстрых атак Минимум успевают командой возвращаться Домой И прежде всего на цель Дать сопернику что-то делать Именно в позиционке Адонис Томас Забивает со средней дистанции После заслона Никто здесь на него Плотно не выходил Маркус Кин Со средней Его ответ Выплевывает кольцо Да и не включают команды высокие скорости Довольно спокойно протекает эта игра С множеством позиционных атак И при этом достаточно долгих Майкл Томпсон Не точно Чаван Льюис Против него опытный Дэвид Марбел Просто огни пропустят А здесь Марбел планировал на самом деле Валить Арбитры не дали свисток И Марбел пошел дальше бороться Так и все удачно получилось для гостей Но здесь Чаван Льюис Взмывает в воздухе Совершая перехват И будет Алиу Пускай так Я думаю, что сказал Роберт Стильмахер Крегор Хермет После передачи Чавана Льюиса Забивает из-под кольца 51-53 Тройная замена готовится у Калева Тут Стэн Сок Тут и Гей Биллер Как и Янис Калф Манис готовы в игру вступить И Дэвин Марбел Записывает на свой счет еще два очка Теперь у него становится 10 Да, практически пешком Дэвин Томас здесь пошел ставить пик-н-ро Интересно Но Маркус Кин все равно Два очка набрал Из 16-ти 11 настрелял он именно В третьей четверти И Мэйерс без прыжка атакует Эта ситуация И Чаван Льюис Здесь принимает решение Фалить В поросковой ситуации Не давать Никак вообще Мэйерсу забивать Пусть лучше идет на линию штрафной К тому же Переплей анимается уже два из двух махов Ну и вот Стэн Сок Готов в игру вступить Интересно, кого он поменяет Потому что и Льюис и Кин Ну если не в огне, то Достаточно Хороши и стабильны В третьей четверти Но да, вместо Чавана Льюиса Выходит Стэн Сок А следует Треха Очень не точно Вот Джерема Ахила Между прочим Это его первое появление В третьей четверти На исходе Шестой минуты Только выпускает его Эмиль Райкович Хермет Поставил заслон Получил передачу Пошел до конца И не позволяет ему Забить Мартнич Мэйерс Хорошая защита И Владение Все же остается У Калева Правда на него всего Пять секунд И опять же С организацией Командного нападения Пока дела У Роберта Стельмахерса Стоят Не лучшим образом Многое все-таки Калев сегодня добывает За счет индивидуальных действий Хотя и такие моменты Случаются И все бы Ничего До времени На атаку закончилось Да, 10 результативных передач В этом матче Уже сделал Калев В принципе Достаточно неплохо Но остальные 13 У Астаны 13 И Начинается Атака этой команды Прямо сейчас Тащит мяч вперед Майкл Томпсон Дмитрий Гаврилов Кстати появился По 24 номерам И вот Два заслона От него Приводят к тому Что Находит возможность Для броска Майкл Томпсон И забивает 9 и 5 Результативных передач У Майкла становится Гаврилов Кстати появился Вместо Мэрисон В принципе Ожидаемый момент Хотел обыграться С партнером Маркл Скин Посмотрел на кольцо Думаю Брошу От Джереми Хилла И феноменальная передача От Майкла Томпсона В таких ситуациях Конечно же Многое зависит Именно от Да что ж Многое Все зависит От игрока Отдающего Передачу И что великолепно И было Исполнено Майкл Томпсон У Майкл Томпсон Пока есть Определенные трудности Ну что выходит Гейп Биллер Пока абсолютно Незаметный Девять с половиной минут Нули во всех Статистических показателях И Эффективность Минус один У единственного Среди Всех находящихся На паркете Учерков Калер Отрицательно Эффективных Чавон Льюис Дает на Хермита И тот Не находит Не доходит Точнее Эта передача Хотя предлагал Себя очень активно Там Янис Кауфманис Поэтому Уже 31 Хил По высокой траектории Запускает Трешечку Никого из игроков Гостей На Подгоре Николай Батт Появился Под себе Номер Вместо Уэрса Силинша Не получается Сейчас Никого Изначинавшего Вторую половину На паркете У остальных Игроков Дэвин Марбл Едет У него нога И потеря Для гостей Но тут Кауфманис Не находит Посмотреть Для броска Сок двигает Дальше Чавун Люис Сой как убрал Защитника Защитника И забил Кауфманис Основной Основную роль Нападения Играют Другие люди И впрочем Калев Смотрится Вполне Неплохо Опять же С точки зрения Как-то индивидуально Надеюсь Мы видим Что Командная игра Она тоже Приобретает Определенный Очерк Уже По ходу Матча Стэн Сок Дальний Бросок Сок Попадает Вот кому Не нужно Много времени Проводить На паркете Чтобы Набирать Много очков У Стэна Сока Всего 12 минут И 10 У него Теперь В Статистике Минус 2 Лежу Калева И отзащищался Дэвин Томас Против Дмитрия Гаврилова Внизу Заставил Толу Выронить Мяч Сейчас посмотрим Хорошая Передача Томпсон Точный Круг Своему Центровому Однако Ей В должной Мере Не воспользовался Дмитрий Гаврилов Сок Ушел От оппонента И Есть шанс У Калева В этой атаке Сравнять Счет Вот как Повлиял Тайм-аут Робертса Штильмахерса На команду 25-18 На данный момент Четверть Остается Закалевым И кстати Последняя минута У нас пошла Сок На две попытки Отправляется И фолл Для Майкла Томпсона Кстати Второй Станцок 2-2 61-61 Интересно Появился он Все-таки Вместо Маркуса Кина Тогда как Появившийся В начале Четверти Маркин Дорбек Играл Вместо Чамона Льюиса Джерема Хилл Дальнюю бомбу Туда Отправляет 61-64 Много Точных бросков Из-за дуги Мы сегодня Видим Уже пятая Для Астаны И 8 В исполнении Икалева Гейп Биллер Первые очки В матче Пробует Набрать В этой атаке Но Не точно И скорее всего Астана Уйдет На Малый перерыв Перед четвертой Четвертью Лидера Плюс 3 У этой команды И 5 секунд До конца Отрезка Дмитрий Гаврилов Ой-ой-ой Как же его великолепно Задействуют партнеры И Марков Уже перехватил Передачи Здесь Вышел Из чистой зоны Никого не трогал Кроме Эккобола За которым успел Еще В Собственно В Пространстве То есть Самой Чистой Зоны 61-66 Астана Впереди Очень здорово Провела Концовку В этой четверти Команды Эмиля Райковича Но Все же Отрезок Остался Закаливаем В пути Минимально 24-23 Эстонцы Смотрели здорово Главного Героя В составе Калева В третьей четверти А именно Маркуса Кина Добравшего 11 очков В этом отрезке При трех Точных Трех очков За дверь Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Поясни классный матч Друзья Больше всех Третью четверть Третью четверть Роберт Стильмайкерс Начинает четвертую Томас Кауф Кауфманис уходит Третью четверть Кауфманис уходит Кауфманис уходит Кауфманис уходит Можем назвать Назвать таким Атакующим Защитником Тире Легким форвардом Предстоит Доказать свою Состоятельность В единой лиге ВТБ Лишь одну встречу Он провел Набрал в ней Тринадцать очков Сегодня Имеет десять Но Именно по пользе Приносимой Команде Девин Томас Мне кажется Действует Эффективнее Нежели его Чоска из Астаны Ну да ладно Два из двух Забивает Центровой Калева Сестьдесят три Сестьдесят шесть Вновь на расстоянии Одной дальней атаки Друг от друга Команды Марфл В ответ Не забивает И тут Гаврилов Казалось бы Уже забирал подбор Но чем он Скочки пальцев Коснулся мяча И тем самым Ну калева Пас Не самый удобный Слишком Ниско Вот такие Я думаю Любому большому Может быть Лучше если идет Передача В таких ситуациях Максимально Ее Принимать Ну а если На такую Вероятнее всего Будет подарок Защитник Трешечка От Гейба Биллера Вторая Уже из этой позиции И вновь не точно И владение Арбитра Оставляет Точнее не оставляет А владение Переходит Кастани Несмотря на все Усилия К данным моменту Просто атака Давайте Выносит решение В пользу Калеву Трайна Атамина готовится У Астаны Маркинш Мэйрис Оэрс Силинш И Майкл Томпсон На паркете Появляются Короткий отрезок Провел Густамбур Заголиев Капитан На паркете Что абсолютно Неудивительно Чаще всего Так И Так Минуты И Получает А это Чао Пьюис У него Все стабильно 28 с половиной Минуты 18 очков Да Недолго Он отдыхал Хил По периметру Двигает мяч Астана Верс Силинш Из угла Феноменальная Точность Дальних бросков Сегодня у Астаны 50% 70-14 Ну не прям Чтобы феноменальная Но Достаточно уверенно Бьют и за дуги Да на самом деле Океан Команда 9 из 20 У Калева Это тоже Процент Очень даже Стабильный Таннел Курба Сможет сделать Его 50 Даже больше Чем 50 Попадая В данный Момент Свою вторую Треху 71-74 Да Трехочковый Пир Просто нам Команды устроили Мэрис Валился С ног Здесь будто бы Да Тут Девин Домас Его активно Прессовал Но все равно Мяч выбросил Да и 71-76 С набором очков Проблем нет Абсолютно И Девин Домас Получает Четвертый Фол В этой атаке Интересно Уберет ли его Роберт Тельмахер Сейчас Скорее всего Да Да Грегор Хер На паркете Он тоже Вполне сегодня Неплохо Закрывал позицию Центрового В те минуты Когда не было На паркете Томаса Так что Вполне Себя тоже Может показать И это конечно же Его шанс Майкл Томпсон Не успевают Выйти Своим оппонентом Баскетболисты Калево После серии Разменов И Майкл Томпсон Ну как К нему успел Оппонент Выйти Ну Чуть-чуть Все-таки После того Он получил мяч Полсекунды прометал И вот Пожалуйста Вот пожалуйста Трешечка Которая делает Плюс 8 И Роберт Тельмахер Сейчас со своими Помощниками В том числе И с Аллором Варраком Тренером Который Несколько Сонас назад Был главным В Галливии А в прошлом Сезоне возглавлял Урал Вашем Суперлиге Один В этом сезоне Он вернулся В Калево В качестве Помощника Одним из Помощников Робертса Штильмахер Штильмахер И так 5-40 Остаётся игра Четвёртой четверти 71-79 Астана, благодаря серии дальних попаданий, делала плюс 8 и потерю совершает Маркус Кин. Контратака Астаны, а Донис Томас не доносит раз, но подбирает два им. Третьим движением выполняет бросок, который оказывается остановлен с нарушением правил. Хермен получает фол, для него это четвертый, кстати, тоже. Да, ну тут просто руку на плечо положил. А Донис Томасу и Чавану Льюиса убирает тренерский штаб хозяев. Ну и выходит вновь Дэвин Томас. Какой смысл держать на паркете? С четырьмя фолами. А, нет, просто не вместо Хермента. Я прошу прощения, Хермет и Томас сейчас будут действовать в паре, вот так. Выходит Стэн Сок, но перемещается. Наверное, второго номера первым будет действовать Маркус Кин и на третьем Тоннел Курбас. Сок. Вариант здесь скорее для передачи. И находит Тоннел Курбаса. Он дважды попал из-за дуги. И сейчас вот такой обыгрыш придумать. Да не часто мы видим. Вот такой вот, даже не сказать, перформанс Тоннел Курбаса. Но моменты, когда он часто оказывается на острие атаки, назовем это так. А вот Мартин Шмейрис регулярно под кольцом. И там вот пропустил он два очка в этой ситуации Дэвин Томасу. Ну ладно, главное не свалил. Свалил бы и закончил выступление в этой встрече. Все-таки Томас слишком хорош в этом матче. И сейчас всеми силами пытается остаться на паркете. И получив тот самый пятый фолл. Очень низко на ногах. И как здорово уходит от своего оппонента Маркус Кин. Важные очки для Калева. Однако это 75-83. Это минус 8 и 4 минуты. Есть еще, чтобы что-то предпринять у подопечных Робертса Штильмахер. Суэр Силидж. Остановка в игре. И по-моему, фолл получает Маркин Шмейрис. Да. Он два быстрых фола получил в первой четверти. И больше правила не нарушал вообще. То есть это для него третья персональная. Ну и касательно проблем с фоллами. Да, у Калева по 4. Имеют два баскетболиста. И один из них сейчас набирает два очка. Это Дэвин Томас. Его внутрь туда снабжает передачей партнер. По-моему, это был Маркус Кин. Ну да, Томас. 4. Хермет 4. И все. У Калева 3 имеет Мартин Дорбель. У Астаны на трех фола только Дмитрий Гаврилов. Здесь ситуация куда менее серьезно. Ну и да, это Маркус Кин и его пас. В прыжке уже на Дэвина Томаса. 77-83 берет тайм-аут. Эмили Райкович. Ну и, конечно, сейчас главное для его допечных сдержать Маркуса Кина и Чауна Льюиса, которые достаточно стабильны по ходу этого матча. Да, 74 у Чауна Льюиса, 75 у Маркуса Кина и 5 из 9 у Дэвина Томаса. В общем, у каждого процента. Примерно 50. Так что все. В общем, это здорово у каждого. Из них у Астаны самый результативный Мартин Шмейерс. У него 16. Джерем Айхил добавил 13. Хотя свои первые очки набрал лишь в конце первой четверти. Ну и серия игроков имеет по 12 очков. Дэвин Марбел и Майкл Томпсон. Томпсон добавил еще и 8 результативных передач. Именно сейчас. Астана в атаке. Хилл. 5 секунд есть у Джерем Айхилла. Сведение треху. Не точно, но он имеет право в этой команде, конечно, на такие броски. Один из лидеров и один из игроков, который остался в сравнении с прошлым сезоном в Астане. Ну и, кстати говоря, его однофамилец Малькольм Хилл, который здорово выступал за остановку в прошлом сезоне, команду в этом сезоне покинул 3-дя в Апои. У нас минус 8. 2,52 остается играть. Кин попадает. Маркус сложный бросок со степбэка, но мы видим, что год за годом в Калле приезжают разные игроки из Соединенных Штатов Америки. И все нацелены на то, чтобы выполнять эти сложные броски. И все выполняют их здорово. Кайло Виналеса, который в прошлом сезоне заправлял нападение эстонской команды и действительно он тоже подобное регулярно выполнял. Но теперь в Литве будет выступать за Литкапеллик. Вылавливает передачу, оказавшись рядом с двумя оппонентами Дэвин Томас и совершает пробежку. Все-таки... Да, говорит, да, ну ладно. Какой смотрим здесь получил. Но да. Нет. Встал на две ноги. И не устоял. Что называется, под давлением оппонента. Остается сок на паркете Чаун Льюис. Пока в игру не вступает, но думаю, что обязательно в эти две минуты мы его увидим. Томас. Еще один бэкдор Джеремая Хила. Нет, не спасает. Мяч потеря для Астаны. И очень важный момент в этом матче наступает. Замены. Скорее всего, Чаун Льюис. Появится, да, силиндж. Плохую передачу сделал. Но тут стенд сок. Он не дает оторваться. Даже несмотря на высокую скорость. Джеремая Хила. Все равно. Сок действует цепко. Чаун Льюис. Майкл Томпсон обозначает против него активную защиту. И чисто отоборонялся в этом эпизоде Мэйрс. Решил контратаку здесь не разгонять. А на Майкле и Томпсоне никого. И тот попадает. Майкл Томпсон. Что, считать эту треху? Прюс, фол. Мартиншу. Мэйрис. Да, так и есть. Защита. Вот это попадание. И трешечку. Трешечкой. Майкл Томпсон делает 15. При этом три из трех у него из-за дуги. Ситуация становится крайне сложной для Калева. Ее может спасти вот этот человек. Маркус Кин в следующей же атаке, отвечая своим. Дальним попаданием 82-88. Нужна защита. Есть фол у Калева. Есть фол уже и у Астаны. Мэйрис готов помочь заслоном. Не рискует бросать Томпса на Мэйриса. Тут у Дэвин Томаса, у которого 4 фола. И он чисто работает. Не давая оппоненту забить. Еще одну треху Маркуса Кин. И мы увидим. Нет, не Маркус Кин, а такой. Да, Грегор Хермен зарабатывает три штрафных. Аплодируют болельщики на арене Сагу Суэрхолл. Которых сегодня на трибунах 600 человек. Не больше 10% может быть на трибунах. Вместимость арены здесь, которая, опять же, вмещается 1200 человек. Только самую удачную сегодня. Думаю, что преимущество владельца обменов. Ну что, Крегор Хермен. Какая-то дискуссия у арбитров возникает. Ну и, кстати, Крегор Хермен выступает за национальную сборную Эстонии. И участвовал, между прочим, в отборе на Кубок мира 2019 года. Не выступал, между прочим, во втором дивизионе чемпионата Испании. Два сезона. И два года провел в команде ТАР. Также выступает в латвийско-эстонской баскетбольной лиге. И сейчас реализовал три штрафных. 85-88. Джереми Ахилл. Его два очка. Есть! Джереми Ахилл. И это тайм-аут, который берет Роберт Стильмахерс. И, возможно, это попадание станет для Астаны победным. Победным плюс три осталось после трех точных штрафных Грегора Хермента. И Джереми Ахилл забил на этом проходе. И оставил 27,6 секунды на ответ Калин. Да, расстроен. Маргус кин. Но, впрочем, не время расстраиваться прямо сейчас. Нужно биться до последнего. И интересно, что придумает Калин. Может быть, бросок быстрый, и затем будут фалить. Эстонцы. Вероятный исход событий. Хотя с фалитингом нужно будет два раза начать. Чтобы поставить соперника на лидер-штрафные. Это дает преимущество Астане, кстати. По крайней мере, какое-то время выиграть. Так как три фала. Соперник, опять же, Райковича. Вероятно, получится. Это, кстати, интересно. Чем меньше фалов вот в этой концовке, тем выгоднее для Астаны. Давы, нарушив правила один раз, чуть позволит выиграть время. Перед, вероятно, вторым фолом для Астаны. Курба смажет с дальней дистанции. И что, да, все-таки фол следует. И это четвертый. Дэвид Марвел выиграется на паркете. И еще с замены готовит Эмиль Райкович. Да, выпускает Адониса Томаса. Вместо Нартинша Мэриса. И мы видим, что потихоньку уходят. Болельщики стремуют в Саку Суэрхол. Да, спастись в этом матче будет крайний труд. Вот, лишнюю секунду выиграл. Коллектив Эмиль Райковича здесь. Ну, а на линию штрафных отправится прямо сейчас Майкл Томпсон. И если забивает оба, то, я думаю, для Калева точно сегодня все заканчивается. Даже если 6 очков за 15,4 секунды. Ну, как бы 2 трешки. Что может быть? Но если 7, то это уже вряд ли каким-то образом достижение. Это мы немножко фантазируем. Маркус Кин со средней. В быстрой атаке нет. Сок на дальней стороне. И шел на этот мяч. Однако от ноги Стэнон покинул пределы площадки. 7,1 секунды. Сок говорит. Все. На чужую половину площадки. Все берем прессин. Ну, а Штильмахерс выпускает под это дело Мартина Дорбек. Убирая, конечно, Маркуса Кина. И Чаун Льюис появляется. Будут ли фалить? Пытались, может быть, перехватить каким-то образом. Но здесь Девина Маркла трудно сдержать. А Донис Томас под конец еще и трешечку мог забить. Однако не получилось. Но, тем не менее, Астана одерживает свою вторую победу в этом сезоне. 92-85. Обыгрывая на выезде Калев. Пока Астана побеждает только в гостях. Химки. 88-89. И теперь Калев. 92-85. С победой подопечных Эмиля Райкович. Всякий раз, когда Калев подбирался и даже сравнивал счет, Астана не давала возможности выходить вперед своему сопернику. Играл очень здорово. Играл очень агрессивно. И всякий раз находились действительно баскетболисты, которые готовы взять на себя инициативу и выйти на первые роли в атаке. Калев очень понравился. Калев показал свое умение тоже. Точнее, умение баскетболиста Калева показали здорово играть. Один в один понравился Маркус Кин. Я думаю, 23 очка сегодня он настрелял. 7 результативных передач сделал. Но все же не хватило. Немного подопечным Робертса Штильмахерса для того, чтобы одержать первую победу в сезоне. Ну да ладно. 15-го числа обе команды проведут свои следующие матчи в рамках Единой Лиги ВТБ. Обе, между прочим, сыграют дома. Калев сыграет здесь же на арене Сакут Суэрхолл против команды Смоки Минск. Ну а Астане предстоит встреча против Енисея из Красноярска. Но перед этим еще по два матча в рамках внутренних первенств Латвийско-Эстонской Лиги и Чемпионате Казахстана. Соответственно, проведут наслаждаемся самыми эффектными моментами этой встречи, друзья. Ну и я благодарю каждого, кто смотрел эту трансляцию вместе с одной. Для вас работал Артем Салтыков. Любите баскетбол и смотрите Единую Лигу ВТБ. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok